МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис Тихонов. Глава Калмыкии Бату Хасиков провел совещание, на котором обсудили строительство в республике полигона для твердых бытовых отходов. Проект разрабатывается правительством региона и компанией «Чистый город». Сейчас в Калмыкии действует один полигон твердых коммунальных отходов, один мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год и 8 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов. Говоря о мусорной реформе, глава региона подчеркнул, что необходимо тщательно отрегулировать ситуацию с вывозом отходов. Земляки сетуют, да и я сам вижу, завалы на контейнерных площадках. Такое отношение недопустимо. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что создание операторов по обращению с отходами – одна из ключевых задач мусорной реформы. И работа в этом направлении должна быть четко налажена, отметил Хасиков. Он также подчеркнул, что неправильно перекладывать ответственность только на исполнителей. Важно участие каждого из нас – выбрасывать мусор в неположенном месте вне закона. Ответственность ужесточили согласно федеральной повестке, добавил глава Калмыкии. Напомним, в июле 2022 года в Кодексе об административных правонарушениях появилось наказание за выгрузку мусора с автотранспортных средств и прицепов к ним. Штрафы за это также смогут выписывать в автоматическом режиме без судебного заседания с помощью специальных камер фото-видео фиксации. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – ключевой вектор развития нашей республики. Батухасиков поделился. «Прилагаем для этого максимум усилий. Ежегодно объемы строительства и ремонта дорог в Калмыкии превышают показатели предыдущих лет. Спасибо коллегам за вовлеченность и профессионализм. Конечно, дорожные работы затрудняют движение, но по итогу мы будем иметь сотни километров качественных дорог. Это стоит того, чтобы немного потерпеть. Благодарен Росавтодору за эффективное сотрудничество. Лучший результат нашего взаимодействия – развитие дорожной отрасли Калмыкии. Уже в ближайшую субботу в Калмыкии стартует межрегиональный фестиваль лотосов. Он будет длиться с 30 июля по 6 августа в Лаганском районе. Ежегодно туда приезжают сотни туристов, чтобы полюбоваться на один из самых красивых цветов в мире. Лотос в буддизме символизирует чистоту и совершенство, поскольку этот цветок, вырастая из ила и грязи, остается незапятнанным. Каждый день фестиваля будет уникальным. Гостей ждут опен-эйр-вечеринки, всевозможные шоу, фестиваль воздушных змеев, а также мастер-классы и вкуснейшие блюда калмыцкой кухни. Программу фестиваля можно посмотреть на сайте, адрес которого вы видите на ваших экранах. Отмечу, мероприятие в подобном формате проводится впервые по инициативе главы Калмыкии. В Яшалтинском районе прокуратура требует от муниципалитета устранить нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Проверка установлена, что в нарушении закона администрации Яшалтинского районного муниципального образования не обеспечивается безопасность дорожного движения, а также не осуществляется ремонт и содержание дорог на территории села Яшалта. В ходе обследования дорог муниципального значения установлено отсутствие горизонтальных дорожных разметок. На подъездах к шести образовательных учреждений отсутствуют искусственные неровности, необходимые дорожные знаки, ограничения скоростного режима и пешеходный переход. На 12 улицах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов отсутствует освещение. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры района в адрес главы администрации Яшалтинского и РМО внесено представление, которое в данный момент находится на рассмотрении. Глава столичной администрации Шафран Тепшинов посетил улицы имени Шапшуковой и Ипподромную. Здесь на прошлой неделе возобновились ремонтные работы. Эти улицы должны были быть сданы в прошлом году, но, к сожалению, работы не были завершены в срок. Тепшинов подчеркнул, что с пониманием отнесся к жителям, которые выражали свое недовольство. Сегодня уже определена новая подрядная организация, работы идут полным ходом. Стоит отметить, что возобновление работ стало возможным благодаря содействию главы Калмыкии и выделению финансирования на данные объекты. При поддержке руководителей региона будут также завершены работы на улицах Гоголя, Физкультурная и Кирбазарная. Ветеринарными специалистами Кибруйского района в рамках проведения плановых исследований выявлено 7 овец, больных бруцеллезом. Управление ветеринарией Калмыкии уже установило ограничительные мероприятия по бруцеллезу мелкого рогатого скота на территории животноводческой стоянки Чаграйского сельского муниципального образования. В карантинной зоне ветслужбой района проводится комплекс мероприятий по ликвидации Чага заболевания. Отмечу, что с начала текущего года это третий случай выявления бруцеллеза мелкого рогатого скота на территории региона. Степную столицу посетили участники автопробега «Дороги славы. Наша история». Активисты из числа студентов Ростовского государственного университета уже седьмой год посещают города-герои, города-воинской славы и места боевых сражений времен Великой Отечественной войны с целью сохранения культурно-исторического наследия и патриотического воспитания детей и молодежи. В этом году акция приурочена к 80-й годовщине с начала битвы за Кавказ. Маршрут автопробега проходит по северокавказскому и южному федеральным округам. В Листе участники акции побывали на заседании круглого стола, где рассказали о своем движении, побывали на экскурсиях по городу и провели концерт от войны к миру в Листинском интернате для престарелых и инвалидов. Акция объединяет международный проект, что мы, проезжая большой такой путь, мы выступали и перед солдатами, и перед госпиталями, и перед социальными учреждениями, и перед в детском лагере в Молгобеге, потому что, когда объединяются все возраста, тогда понятно, для чего все это делается. Мы не занимаемся самопиаром, мы не занимаемся, знаете, как, возвеличиванием себя какого-то карьерного роста, что мы как те волонтеры, несем людям светлое, лучшее, стараемся всех объединить, и чтобы все дружили, взаимодействовали и приезжали друг к другу. С огромной большой радостью восприняли, так как это гости, во-первых, другого региона, они едут с такой патриотической миссией объехать города воинской славы, и наши старики, наши подопечные, конечно, изъявляют желание посмотреть на молодежь, которая воспитана на принципах гуманизма, патриотизма и благих намерений. Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 5 августа. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. В поселке Южный Кибрульского района активное участие жителей в программе «Инициативное бюджетирование» позволило превратить пустырь в благоустроенное место отдыха. За три года здесь появился удобный комплекс, где каждый житель найдет себе место и отдых по душе. Он представляет собой детскую игровую площадку и спортивную зону. Также отведено место для прогулок. Важно отметить, что именно участие жителей в программе увеличивает шансы на дальнейшее ее развитие, сообщает пресс-служба Кибрульского района. И о спорте. Накануне состоялся всероссийский межведомственный шахматный турнир в онлайн-формате. В нем приняли участие 240 игроков со всей страны. Руководитель калмыцкого Росреестра Дальган Буватинов и его заместитель Рустам Наврузов создали клуб, который объединил всех любителей интеллектуальной игры. Игроки из Калмыкии стали лидерами команды Большого Росреестра, которая состояла из 35 человек. По итогу победу в турнире одержала их команда. Второе место завоевали представители федерального казначейства, а третье – сотрудники Росстата. Команда-победитель получила в награду кубок. Был проведен 12-й уже по счету турнир в Гослиге, в котором приняли участие 16 команд, в том числе команда Росреестра. Она была создана буквально на днях до начала турнира. В команду Росреестра вошли сотрудники государственного служащего Росреестра и его территориальных органов, филиал кадастрового палата и ВЦТО Росреестра. Всего в команде 35 человек. Но это пока. И мы приняли участие в 12-м турнире. Борьба была очень упорная. Мы набрали 425 очков и заняли первое место. На 4 очка от нас отстали Федеральное казначейство России и Росстат России. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом щене канала УТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова